В одном таинственном и древнем лесу, где каждый звук шелестящей листвы казался песней леса, а запахи трав и цветов навевали забытые воспоминания, жила-была маленькая девочка. Ее звали Рутуб. Она была особенной девочкой, которая умела видеть невидимое, слышать неслышимое и ощущать неощутимое. Рутуб проводила свои дни, исследуя лес, изучая каждую травинку, каждый цветок, каждое животное, которое обитали в нем. Лес был ее домом, ее другом, ее учителем. Однажды Рутуб встретила старого мудреца. Он сидел на поваленном дереве и смотрел на небо. «Приветствую тебя, маленькая исследовательница леса», — сказал мудрец. «Я вижу, ты любопытна и полна вопросов». Рутуб подошла ближе и села рядом с ним. «Да, мне интересно узнать многое о мире», — ответила она. «Особенно, почему иногда мои видео блокируются?» Мудрец улыбнулся и ответил, чтобы понять это, тебе придется отправиться в путешествие во времени и пространстве. На следующий день Рутуб отправилась в путь. Она шла через лес, пересекла реку и поднялась на гору. Там она нашла пещеру, в которой находился портал. Войдя в портал, Рутуб оказалась в незнакомом ей месте. Это была огромная библиотека, заполненная книгами и свитками. К ней подошел седовласый библиотекарь и спросил, что привело тебя сюда, дитя. Рутуб рассказала о своем вопросе. Библиотекарь кивнул и повел ее вдоль полок с книгами. Они остановились перед одной из них, покрытой пылью и паутиной. Библиотекарь открыл книгу и начал читать давным-давно, когда интернет еще не существовал. Люди обменивались информацией через рукописные книги и свитки. Однако некоторые из этих книг содержали тайны, которые могли навредить людям, если они были прочитаны неправильно. Поэтому были созданы стражи, чья задача заключалась в том, чтобы защитить эти тайны. Эти стражи существуют и сегодня, хотя их форма изменилась. Теперь они известны как фильтры и алгоритмы, которые анализируют контент и принимают решения о его публикации или блокировке. Когда библиотекарь закончил чтение, Рутуб поняла, что Рутуб видеоблокируется, потому что его содержание могло быть опасным или вредным для других людей. Возвратившись домой, Рутуб стала более осознанно относиться к тому, что она публикует. Она понимала, что ее слова и изображения могут иметь большую силу и влияние, и что нужно быть ответственным и заботиться о безопасности других. С тех пор Рутуб стала делиться только тем контентом, который принесет пользу и радость всем вокруг. И каждый раз, когда ее видео блокировалось, она вспоминала историю, рассказанную мудрецом и библиотекарем, и благодарила их за мудрость и знания. Субтитры создавал DimaTorzok